Здравствуйте. Следующий урок — компоненты вывода динамической информации. Давайте откроем визуальный редактор и посмотрим, какие компоненты работают с модулем информационных блоков. Компоненты, работающие с модулем, располагаются в разделе «Контент». Наиболее популярный из них — это список новостей, случайное фото, фотогалерея, каталог товаров. Модуль информационных блоков включает большое количество компонент, решающих множество стандартных задач. Компонент для вывода списка новостей также может использоваться для вывода статей, вакансий, прайс-листов, перечня любой информации. Если компонент называется «Случайное фото», это не значит, что им нельзя вывести случайный товар или случайную новость. В документации описывается перечень компонент, который работает с модулем, и их предназначение. Информационные блоки. При реализации какой-либо задачи стоит обратиться к этому перечню, возможно, здесь вы найдете подходящий компонент. Свои компоненты стоит создавать, когда задача решается стандартным компонентом, но при этом страдает производительность, формируется большое количество запросов, и время работы компонента увеличивается. Либо, если проект высоконагруженный, требуется максимальная оптимизация кода. При разработке своих компонент мы рекомендуем использовать стандартные как основу, для того чтобы посмотреть, как решаются подобные задачи. Давайте проанализируем функции в шаблоне сайта и проекта и подберем, какие можно решить типовыми компонентами. Рассмотрим главную страницу. Здесь мы можем видеть слайдер, ближайшие события, последние новости. Это все вывод списка элементов, но в разном представлении и с разными полями. Для хранения информации будем использовать информационные блоки. Для вывода можно использовать компонент, например, списка новостей, создав соответствующие шаблоны. Последние новости. Для этого блока можно использовать компонент лента. Список разделов. Для него также есть готовый компонент списка разделов. Спецпредложения. Сделаем свой собственный компонент на основе стандартного. Он будет использоваться для отображения трех блоков. Сделаем удобные настройки для администратора. С каким свойством показывать случайный товар. И учтем эту опцию при выборке элементов. Реализуем этот компонент в одном из следующих уроков. Итак, давайте рассмотрим внедрение верстки в шаблон компонента списка новостей на главной странице. Откроем файл index.html. Здесь мы видим блок новости, который будем интегрировать. Итак, давайте откроем административный раздел, посмотрим инфоблок, с которым будем работать. В данном случае это инфоблок новости, лежит в типе инфоблока новости. Здесь мы видим три элемента новости, которые будем выводить в этом блоке. Давайте разместим компонент списка новостей на тестовой странице и скопируем шаблон. Для начала настроим параметры. А тип информационного блока новости — код инфоблока новости. Количество новостей будет четыре. И из настроек стоит указать формат показа даты. Давайте оставим в таком виде. Сохраним. Итак, мы видим, здесь выводятся три новости с постраничной навигации. Скопируем шаблон в дефолтный шаблон сайта. Перед этим отключим постраничную навигацию. Итак, копируем шаблон. Давайте перейдем в шаблон. «NewsList». Открываем. Итак, мы видим здесь div с классом «NewsList», в котором выводится новость. Давайте посмотрим вештку, используя Firebug. Отключим режим правки. Мы видим здесь div с классом «NewsList», в котором выводится тег «p». И в нем, соответственно, дата, название, ссылка и описание новости. Давайте скопируем блок, который используется на главной странице и внедрим его в верстку. Открываем файл «index.html». Найдем этот блок. Итак, вот он, блок новости. Можно копировать весь div и вставим в шаблон. Давайте сделаем dump our results и посмотрим вывод. Итак, посмотрим. Итак, в данном случае мы видим массив. «items» — это элементы, сами новости. Соответственно, здесь есть необходимые нам поля. Это name — наименование новости. Data — active from. Detail page URL — это ссылка на детальную страницу новости. И анонсовый текст. Итак, давайте внедрим верстку. В данном случае мы видим здесь список, элементы списка. Воспользуемся циклом forH. Далее у нас здесь идет tk4, в котором ссылка на детальную страницу. Детальная страница — это detail page URL. Вот она. Скопируем. И, соответственно, нужно сделать вывод display active from. Это дата новости. Далее идет наименование новости — это name. Уберем лишние tagli. Давайте теперь удалим лишнюю верстку, сохраним и посмотрим. Прежде чем стереть исходный шаблон, давайте рассмотрим. Здесь используется много настроек для вывода информации из информационного блока. В данном случае при разработке решения для… каждый разработчик принимает решение, нужно ли использовать ему какой-то функционал, какую-то опцию здесь. У нас используется простой вывод. В данном случае это просто наименование новости, даты и ссылка на детальную страницу. Поэтому мы ограничимся таким выводом. Итак, давайте удалим лишнюю верстку и dump. Сохраним, посмотрим вывод. Так, мы видим ссылку на детальную страницу новости. Ее наименование можно перейти и посмотреть. Да, это детальная страница новости. Итак, давайте вынесем все фразы в ланговый файл. В данном случае это фраза новости. Она будет вести на детальную… на список новостей. Это у нас news, раздел news. Давайте вынесем сначала в ланговый файл. Можно удалить ненужные нам фразы. Также файл параметры здесь не используется. То же самое сделаем в разделе n. Файл параметров нам тоже здесь не нужен, удалим его. Так же, как и файл стилей. Давайте также создадим еще одну фразу. Так, сохраним. Давайте добавим ссылку на список новостей. Здесь тоже. Обновим. Видим, появилась ссылка на страницу news. Давайте разместим код вызова компонента в шаблоне сайта. Откроем шаблон главной страницы. И найдем тот блок, где используются новости. Вот он. Заменим его вызовом компонента. Сохраним и проверим. Итак, мы видим, здесь есть ссылки на детальные страницы. И ссылку на список новостей. Давайте посмотрим, действительно ли это компонент. Да, это компонент. Мы можем его настраивать здесь. Поехали. Это компонент. Поехали. Поехали.